Татархисты 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 Чапполь сыграла золотая орда как один из крупнейших центров евразийской цивилизации эпохи развитого средневековья, в этнической истории татарского народа, в этнополитической истории татарского народа и конечно же в духовной ее культуре. В связи с этим хотел бы вам задать вопрос. Вот у нас существуют во многом до сих пор стереотипы, что вот вроде бы золотая орда являлась монгольским государством. Вот насколько культура Золотой Орды, язык Золотой Орды, ее литература сыграла роль, и есть сыграла то, какую роль в истории культуры татарского народа? Спасибо. У нас был профессор Хатыб Усманов, известный, он говорил, часто повторял, прежде чем публично говорить, надо иметь в этой области свои труды, чтобы морально-то имел право. Поэтому на тему Золотой Орды я имею в какой-то степени моральное право, потому что моя кандидатская диссертация, докторская диссертация в той или иной степени с тематикой Золотой Орды. Ну, Золотая Орда вот у нас есть в течение, видимо, последних двух столетий, самая вот эта Золотая Орда уже критикует, унижает, иногда вот уже вообще отрицает. А ведь Золотая Дабла, Средние века, это могущественное государство, имеющее вот мировое значение, не только евразийское, а мировое значение, и еще охватывающие большие территории от Низовья Дуная, от Карпатских гор до Иртыша, еще все по Волжии, при Урале, Низовья Амудари и Срадари. И здесь вот огромные территории, и здесь история вот это многих народов. И вот Золотая Орда, вот паран назвался, и Джучиев Улуса, и Даштикопчак, и Берка Улус, Узбек Улус, сыграла огромную роль, вот это я убежден, я убедился, огромную роль политической, культурной, этнической истории многих евразийских народов. Евразийских народов. Вот среди ученых, хотя я критикую, у нас в России действительно так, они упрекают, если вот Россия отстала, тогда уже виновата или Золотая Орда, или другие, или другие. Но среди русских вот ученых есть такие объективные, я выделил здесь вот Бартольта, еще Гумилева, еще этого Федорова Давыдова и ряд других товарищей, других ученых. Они вот объективно освещали историю Золотой Орды, особенно культуру, культуру Золотой Орды. И вот Золотая Орда здесь вот развита была культура, внутренняя культура наука, потому что опирал Золотая Орда на прежние традиции тюркских народов и других. Еще вот я отметил бы здесь большие вот такие связи Золотой Орды с Мамлюкским Египтом, мусульманскими странами. Здесь вот новая цивилизация, средневековая цивилизация, это в мусульманском Востоке, это центр цивилизации тогда. И вот такие хорошие отношения. И здесь вот с одной стороны опирал Золотой Ордай, литература, культура, напряженные, предшествующие вот культуры тюркских народов, тюркских народов. Здесь в первую очередь я имею в виду, например, Юсуп Бала Сагуны. У него это громадное сочинение. Кутат Кубилик благодатное написано в 1069 году. Кроме того, Ахмад Югнаки и гениальный вот мыслитель и поэта Ахмад Ясави, Салейман Бакарганы и наш это болгарский татар, болгарский поэк из союзов, опирался вот на эти традиции, литература. С другой стороны, перед Золотой Орды творческие люди здесь опирались, это творческие усваивали опыт мусульманского Востока. В первую очередь опыт арабских, персидских и позднее уже тюркских авторов. Они вот сами владели вот этими языками, переводили оттуда, они соперничали, а вот назиря такой, прием уже, состязание своего рода. И вот многие произведения периода Золотой Орды, автор Золотой Орды, они уже вот созданы на этой перекрестке, на стыке своих и вот это других. Вот здесь, ну, к сожалению, вот литература, письменные сочинения, многие письменные сочинения в период Золотой Орды утеряны или уничтожены. Это и понятно, потому что не только это произведение сочинения, написано на бумаге, и такие города, это построенные из кирпичей, из камней, они были стержены с земли. И здесь, к сожалению, вот некоторые, к счастью я говорю, некоторые вот сочинения попали в другие европейские страны, благодарно. Вот, например, Британия, еще там Париж сохранилась и в других местах, а некоторые только у нас уже из поколения в поколение вот передавались. И вот здесь литература, имеющиеся вот эти литературные памятники, они разного характера. Я бы отметил высокий уровень, единоэстетический уровень вот этих памятников, например, Мухападнама Харазмий. Написано у него, Мухападнама, это послание о любви в 1353 году. Это уже шедевр. И еще кутб, кутб поэт. Написано, он родился где-то вот в 1297 году, вот там профессор Тагирзианов Ленинградского университета. Он уже, он говорил неоднократно, он уже доказал, что он в выходе из пензенских краев, из Мордовии, вот жил он по Волжию. Кутб, ну, он жил в 1342 году на основе произведения персоязычных памятников, он создал свое гениальное сочинение Хасров и Ширин. Стиль еще. И кроме того, Махмуд Булгари. Мы иногда говорим, вот Булгары вот так, а вот Махмуд Булгари, он жил, он тоже родился в 1297 году, окрестностей Булгара. Жил Булгар, учился это в сарае и там же умер в 1360 году. Вот видим, вот эти дни, где-то 23-24 марта омер, в 1360 году. У него, наш жил Фарадис, объемистый такой сочинение. И вот мы как-то вот не обращаем внимания, я об этом говорил уже. Где у нас улица Махмуда Булгари в Казани или где-нибудь? Нет, нет. Это же великий писатель. Кроме того, и сам Катиб тоже вырос. Нет улицы Саифа Сараи. Да, еще вот здесь кульминация, литература периода Золотой Орды, это Саиф Сараи. Саиф Сараи, он родился в 1321 году в Камышлах, по Волжии. Камышлах, он говорит, Камышлыгерд Бенем Туган Илем Иде, значит, это моя родина, моя вот местожительство. Он учился в столице Золотой Орды, в Сарае, потом уже в 80-е годы перебирался в Мавлюкский Египет, жил там в Каире, Александрии, и там же умер. У него вот часть только творчества насилия сохранилась, это Гулистан Бет-Турки, Тюркский Гулистан. Оригинальный поэм Сухаил и Гульдурсун и ряд других. Здесь вот эти только имеющиеся, сохранившиеся памятники показывают высокий, достаточно высокий уровень литературы Золотой Орды. Золотая Орда. Золотая Орды. Золотая Орды. Это язык татарский? Да, старый татарский. Вот этот язык, это Немаев от Самойлович, русский такой известный языковед, ученый. Еще другой Амир Наджиб, он жил в Москве, ряд других языковедов, они считают, что вот этот старый татарский язык, это формировавшийся период Золотой Орды, продолжалась вот эта традиция этого языка до Тукая, потом там период Тукая уже изменения были. 19 век, вот язык художественного произведения, сочинение 19 века, это ничем не отличается от языка произведения периода Золотой Орды. Здесь вот в связи с этим я хотел бы отметить еще один очень важный момент, мы поднимали. Действительно, болгарский, болгарский, у нас, к сожалению, в настоящее время тоже вот крен в другую сторону вот идет. Мы не только, ведь это казанские татары, это часть огромной татарской территории. Так ведь, Ильнур, вы хорошо знаете. Да, сейчас мы с ним тоже будем говорить. Да, вы хорошо знаете. Это вот сейчас клащок только вот исторических земель татар. Когда говорят, некоторые отождествляют татар, это вот казанский татарстан, а ведь астраханские татары, селевинские татары, сибирские татары, пензинские татары, они проживут на своих искренно исторических землях. Они не диаспора, они период Золотой Орды там уже формировались. Вот у нас там, если это по этому пути еще обсуждать, то специально, ведь передача нужна. Да. Ну, я надеюсь, у нас эта передача только начало наших интересных бесед. Я хотел бы, Ильнур Михайлович, вот в продолжении этого разговора поднять тему преемственности традиций в области государственности татарского народа. Ведь уже упомянутое мной постановление 44-го года, а за ними ведь последует постановление 48-го года и 55-го года, которые давали понять, что вот вроде тематика Золотой Орды и в области культуры, и в области особенно нации строительства у татар не занимала никакой роли. Вот ваше точка зрения, вы являетесь руководителем Центра Золотой Орды по изучению Золотой Орды в Институте Истории имени Марджани. Все-таки Золотая Орда какую роль сыграла в становлении государственности всего татарского народа? Раэль Равильевич, один момент, прежде чем говорить, вот Институт Истории, вот это отделение Золотой Орды в составе института проводит огромную работу. Да, это вот надо признать. Здесь вот семитомная история татарского народа, третий том огромный, сколько материалов, еще другие труда. К сожалению, вот эти академистские, такие добротные, необходимые труды для нашего народа, они как-то в кабинетах, не пропагандируются, как-то достаточно изущаются. И там малые тиражи, они выпущены. Вот это ваше, тоже вы должны заботиться. Илья Михайлович, пожалуйста, слово вам. Спасибо. Ну, если исходить из вашего вопроса, вот какую роль, да, то, конечно же, мы считаем, что период Золотой Орды это ключевой этап в истории как витнической, так и государственности именно татарского народа. Если подходить с позиции именно татарской национальной историографии, конечно же, Золотая Орда это основа именно и государственности, хотя предтейшие те государства, которые существовали до Золотой Орды, они, конечно же, тоже мы отталкиваемся и от них. Например, та же Волжская Булгария, естественно, да, и Дунайская Булгария. Если шире смотреть, то, например, мы отталкиваемся от истории термина татар, то даже если зафиксированы в письменных источниках эту историю смотреть, вот историю носителя термина татар, которые создавали несколько государств, и были среди основных игроков в древне-тюркском мире, наряду с уйгурским каганатом, кыргызским каганатом и тюркским каганатом, входили сперва уйгурский каганат, потом тюркский каганат, это татары. То зафиксировано только в китайских источниках 1600 лет этому термину. Ну, понятно, что ключевой это кемакский каганат, где Гордизи говорит о том, что основателями кемакского каганата стали именно татары, а потом из кемакского каганата произошли копчаки, то есть оттуда мы можем проследить именно и связь с термином татары и государственностью, естественно. Если этнические, если еще смотреть, то все элементы, которые участвовали в формировании средневековых татар, которые потом стали современными татарами, то все этнические элементы вошли только в период Золотой Орды. После периода Золотой Орды каких-то других вливаний в этническом смысле формирований в наш этнос не было. Понятно, когда Золотая Орда распалась и распалась на тюрко-татарские государства, татарские ханства, которые и сегодня являются, вот именно, вы сказали, большая татарская нация, да, этнографической группой. Крымские татары — это крымское ханство, астраханские татары — это астраханское, северское и так далее, да, это Касимовское и Казанское. И наш еще Марджани писал, что среди тех, кто продолжили Золотой Ордынской традиции, или это государство распалось, и казахские жузы, естественно, он назвал. И Нугайская Орда — это некое политие такое, оно не совсем государство, конечно, вот в том смысле, что там был хан, они признавали власть сибирского хана. Это разноплеменные, но объединенные вот структуры правления, можно по-русски сказать, наверное, князьями, беями. Но даже вот перед падением Казани мы видим, что не все беи подчинялись главному бею, то есть там ситуация такая сложная, поэтому мы ее называем политией или даже несистемной политией иногда. И вот они участвовали в Ветнагенезе практически всех групп татар и казахов, естественно. Ну и сегодня небольшая группа, все-таки нугайцы сохранились как отдельная нация. Вот все они имеют отношение к нугайской орде, но это все равно, вот они плавились в едином котле, и поэтому рассматривать их как отдельные поздние вливания тоже нельзя. Это постордынский мир, он все-таки был намного един, как мы себе можем представить. Вы сейчас одну очень важную проблему подняли. Вот в 1946 году, когда проходила сессия Академии наук СССР, когда татарам дали понять, что вот Этнагенез это только Волжская Болгария, никакой Золотой Орды, никаких татар. Тогда, конечно же, я вот вспоминаю, мы где-то читали, что вот газист Губайдулин в своем классическом труде «История татар» писал о том, что впервые древние татары упоминаются в архонно-енесейских памятниках VI-VIII веков. Но мы не имели доступа вот к этому пласту истории. Более того, я вам скажу, что у нас это не поощрялось. Вот у вас типа болгарская история, Волжская Болгария, все ее изучайте. Но тогда же появился и стереотип, что вот эти древние татары – это монгольские племена. Вот, Хатубий Зоунович, у меня вопрос. Все-таки это были татары или монголы? Один момент. Я вот уже об этом говорил где-то. В декабре 1918 года я принимал участие в работе в международной конференции в Пекине, в Китае. Там как раз посвящено 90-летию Сингиза Айтматова. Хорошо организовали. Там уже к моей персоне, такое большое внимание. Я вначале как-то был удивлен. Третьим я выступил на пленарном заседании. Там и на русском языке я выступаю. И там перевод, синхронный перевод на китайский, английский язык. После моего вступления один профессор, так уже обычно они… Китайский. Это китайский профессор. И там у переводчиков. Там есть переводчики. Он говорит, вот господин профессор, я перевод, это перевод и говорю. Господин профессор, у вас вступление хорошее было. Но, говорит, от нам вопрос допускает и говорит неточность. Это не только неточность, это, говорит, совершенно неправильно. Я говорю, все, вы говорите два раза, три раза тюрко-татары. Это, говорит, совершенно неправильно. Потому что это этноним тюрки, говорит, упоминается только в V веке. А татары уже задолго до нашей эры уже были татары. Наши этнические кампании, вошедшие в состав китайского народа, общались. Это, говорит, великий народ Кита, это татары. Зачем бы скромнейшие-то, я говорю, они ведь, я говорю, ну, не очень там уже совпадают уже. Нет, говорит, все-таки основа вашего народа, это связано с этими нашими Китаями, вот этими татарами оттуда. И потом он добавил, что, говорит, почему вот мы отмечаем вот этого, говорит Матова, ну, хорошее произведение. Потому что у него, говорит, мать татарка. Вот здесь интересный момент. Вот об этом уже все-таки вот Паркера, там, британская история татар, еще других. Из тысячелетней истории татаревого книга. На основании вот китайских источников, они вот связаны, об этом вот ваш отец, очень уважаемый, Рауэль Афенде, Рауэль Абзидип Эймэдминангайн. Он ведь писал об этом, что вот татары связаны вот с этим древним Китаем из Дальнего Востока. А некоторые у нас отрицают. Вот этот очень важный момент вы поднимали. Ну, то есть, вот язык этих архонно-енесейских памятников, он же тюркский язык. Тюркский. Да, и вот эти племена, вот их историческое название известно, Утос татар. Утос татар, они были в составе этого тюркского канала. Вот один пример. У меня видящие глаза уже ослепли, и сейчас память у меня улетучилась, и вот уже сам соскучился. Это вот всякий любой татарин понимает, это язык. Многое вот это выражение, слова там уже, они как традиции продолжают в письменной литературе и употребляются в нашем языке. То есть вот эти древние татары, они, которые в дальнейшем приняли участие в этнополитической истории, уже в дальнейшем создании Монгольской империи, тоже ведь приняли участие в этнической истории Золотой Орды, да? Безусловно, понятно, что термин татары, он именно период монгольских завоеваний имел в расширенном смысле. Потому что практически все вот этот, так называемый, монгольский, но это монгольский, потому что монголы взяли это, Чингисхан взял для себя это название. Почему он взял? Потому что они все назывались татарами. Мухали говорит, мы татары, да, черные татары, белые татары и так далее. Но вот когда государства образовали, Чингисхан решил взять термин монголы. Термин монголы, он был известен, но за несколько сот лет до Чингисхана и на территории Манчужури, а не на территории Монголы, то есть расстояние несколько тысяч километров. Но они были известны тем, что они в свое время победили китайцев. И поэтому одна трактовка, которая мне нравится больше, что вот Чингисхан взял название из-за того, что они были победителями китайцев. Да, да, да. Мать мне, говорят, татарка. Но они все назывались татарами, естественно. И понятно, это конгломерат. Были собственные татары, о которых мы хорошо знаем и по сокровенному сказанию, по Рашидадину. Практически все, очень много источников, которые достаточно и детально рассказывают нам об этих племенах. Понятно, что он пришел в расширительную, то есть политонимом. Но просто так он политонимом не мог стать. То есть он для определенной части для этих племен был индоэтнонимом. И мы это видим у Рашида Аддина, когда он перечисляет эмиров. И говорит, вот в Луси Джуще из татар достаточно очень много среди простолюдинов. То есть Рашид Аддин подтверждает, что те татары, собственные татары, племена татарские, которых победил Чингисхан, они вот пришли с Джуще. С другой стороны, на что мы еще обращаем внимание, ставка у Джуще была на Прииртыши. Это территория бывшего Тимакского каганата, именно бывших этих татар. И когда уже после западного похода Золотая Орда уже образовалась, пошли проблемы с другими линиями чингизидов. Прежде всего с Гуюком, когда Бату идет противостояние. И отсюда уже отзывают других чингизидских принцев со своими армиями. Ну практически Бату был оголен, то есть у него не так было много собственных эмиров. И он был вынужден договориться уже с местными эмирами. Прежде всего, естественно, это Копчакский мир, основа все-таки Золотой Орды, это Копчакский, Булгарский. Вот эти территории, эти эмиры, они тоже вошли в состав именно Золотой Ордыских эмиров. Как я уже говорил, что эти Копчаки тоже через Кимакских, она тоже имеет отношение к древним татарам. То есть мы говорим о едином таком тюрко-татарском мире. Я согласен даже с тем, что Хатай Баби сказал, что термин татар... Надо говорить татары тюркским. Да, потому что достаточно, да, татары уже до появления тюрков фиксируются. Были ли они тюрками, здесь понятно, что у нас нет информации именно в лингвистическом плане. Но вот то, что опубликовал Сергей Игоревич Кляшторный по древним татарам, вот по рунике, видно, что они были земледельцами и разговаривали на тюркском. Татарско-тюркском. Татарско-тюркском, да. То есть, ну, современное понимание, это был тюркский язык, не монгольский. Потом, если взять уже Кашгари, то он для него эталон, конечно же, собственные тюрки, его род, да. Но он говорит, у татар есть собственный язык. Ну, понятно, сегодня вот для якутов, якутов мы не поймем, даже чувашек не поймем, да, то есть тюркский он тоже своеобразный. Ильно, извини, пожалуйста, вот здесь насчет маршрут Кашгари, он ведь это атлас расположения тюркских народов, племен-то. И там вот как раз в районе Переиртышья, там уже Ка обозначена татара. Но Махмуд Аль-Кашгари, он называет тюркскими практически всех кочевников, да. Он татар написал там. Татаров тюрками называет. И вот здесь тюрки ли они? Да, тюрки, потому что он в трех местах приводит примеры из татарского языка. То есть, это тоже тюрки, но не родной тюрке, как у Махмуд Аль-Кашгари, да. Да. Но, с другой стороны, тот же Рашид Аддин говорит, что татары были настолько мощным, известным, великим народом, что все стали называться татарами. И он, хотя и средневековый автор, он примерно уловил и примерно показал, что да, вот когда этноним татары, он был очень известен, то и там пустын Гоби, вот эти степи назывались татарскими. Там очень много момент таких вещей начали называться татарскими. Татарская девушка, татар, то есть, это стал эталоном, и многие народы тоже и стали называться тоже татарами. Это тоже мы видим, то есть, как политоним. Но, собственно, и татары, естественно, были. Я теперь хотел бы еще раз вернуться к проблематике государственной традиции Золотой Орды. Если проанализировать российскую историографию, в целом историографию, то отношение российской историографии, что дореволюционной советского периода, постсоветского периода, оно ведь тоже не очень неоднозначное. Вот, например, Костомаров, Карамзин трактовали, что Золотардынская так называемая ига повлияла на государственное устройство России. Это формирование самодержавия, формирование таких вот форм государственного управления. С другой стороны, например, Соловьев, Ключевский минимизировали такое влияние. Есть, вот с моей точки зрения, третья когорта исследователей. Я бы их назвал, вот среди них, допустим, Насонова, я бы среди них назвал Гумилева, Вернацкого и современных некоторых историков, которые считают, что было взаимное культурное влияние. У меня есть в связи с этим вопрос на обсуждение. История Золотой Орды – это часть истории России или нет? – Естественно, вот у нас ведь говорят, история России, российское государство. Фактически у нас получается история русских княжцев, русского народа. – Москвы, даже Москвы. – Да, Москва. Если здесь разумно подходить, Россия занимает огромные территории. Здесь были государства, разные народы. Если, вот, как Палан, достойно отражали историю России, это было гуманным. Гуманным. А вот Золотая Орда своего рода, вот, как-то, ну, как сказать, как Российская империя. Как Российская империя. Здесь ведь пользоваться надо Москве. Там, нашим центральным, живущим там Москве, нашим историкам. Вот, основат Золотая Орда, и вот Золотая Орда, вот такие-таки традиции перешли уже к российским государствам. Здесь ведь много, не зря ведь Наполеон говорил, на скребешь русского, выскребешь татарина. И повторил Путин об этом, это ведь не зря уже. – Да, еще говорят, когда Наполеон вошел в Москву, и когда он увидел собор Василия Плажена, он сказал, что это замечательная такая здесь стоит. – Да, здесь, ну, после взятия Казани построили, по образцу здесь Казанского храма. – Да, в честь взятия Казани, да. – Илья Михайлович, Ваше мнение? – Ну, если исходить из того, из современных исследований, то есть такая мировая историография, которая отходит от национальной историографии и уже без таких национальных предпочтений смотрит, скажем, да. – Да, и здесь, конечно же, одна позиция. Понятно, Золотая Орда – это шире, чем даже и Россия. Она имеет свою собственную историю, и она стала основой для средневековых, позднесредневековых государств. В итоге она оформила новую этническую общность. То есть не только татары, именно перед Золотой Ордой появились контактные зоны, появились современные финские народы, в том числе и славянские народы. То есть эти контактные зоны именно государство формирует, на самом деле уже нации, то есть задает вот эти границы, рамки уже там на основе этнического, государственного, культурного, религиозного, уже формируются новые общности. А если исходить из русской национальной историографии, российской, я бы сказал, то, конечно же, мы до сих пор, можно сказать, боремся с тем, чтобы считать Золотую Орду счастью отечественной истории. Прежде всего, да, татарские государства, наши ханства были завоеваны, но после этого жители этих ханств и татары стали среди, хотя и вынужденных, но среди активных строителей этого государства, российского государства. Наследники Золотой Орды какие государства? Вот я поясню свой вопрос. В последние годы наши казахстанские коллеги все больше говорят о том, что именно они наследники и культуры Золотой Орды, и государственности Золотой Орды. Я, например, как историк признаю, что казахский этнос, он является и наследником тоже, конечно же, культуры Золотой Орды, но все-таки в государственном плане прямые наследники Золотой Ордынского государства. Какие государства? Сейчас потом, ты уже специалисты к вопросу. Два или три, три года назад, по-моему, в Казахстане отметили 550-летие казахской государственности. Так ведь, 550-летие, по-моему, в Туркестане. Я принимал участие там. Там все руководствовало такое, хорошо организовали. И я говорю, ну, потом уже, они претендуют, что это Золотая Орда, еще другие были, караханитские государства в Казахстане. Я говорю, у вас тут первые казахские государства тогда. Ну, говорят, мы тогда ошиблись. И сейчас вот Казахстане, я сейчас бываю, там у них такая тенденция пошла, что вот древние, это тюркские наследия, это первая очередь казахская. Древние тюрки, это казахи, прямые продолжатели вот древних традиций, тюркских традиций. Еще в начале говорили, вот Нугайская Орда, это казахи. И сейчас говорят, вот, многие уже говорят, что Золотая Орда в первую очередь, это казахстанские, казахские. Вот, не знаю. И вот наследие, вот на литературное наследие. Вот говорят, у меня, когда вот Туркестан читал, нет, не Туркестан, считал Кустанай, Кустанайского универсия имени Ахмеда Байтурсунова, читал лекции по литературе. Ну, говорят, вот, период Золотой Орды, литература, язык нам непонятно, студенты там, магистра, аспирант спрашивает, а вот я говорю, там нам понятно, письменный язык. Там, говорят, вот непонятно, это язык Кутба, Саиф Сараи, я говорю, потому что на старый татарский язык, а нам ведь это предлагают, представляют, как образцы казахской письменной литературы. Вот так вот, ну, извините, дальше уже. Ну, продолжение мысли Хатыбабе, в Казахстане работает очень известный специалист по копчакскому, так называемому, письменному наследию, это Александр Николаевич Горковец. И он мне рассказывал, я, говорит, смотрю татарское телевидение, это ИНВ, потому что там разговаривают на языке моих памятников, письменных памятников. Что касается, ну, Казахстана, мы хорошо общаемся с коллегами, профессиональными историками из Казахстана, и с ними у нас и в оценке истории Золотой Орды, и постордынского мира каких-то разночтений нет, потому что специалисты разговаривают на, ну, так скажем, на одном языке, понимание у нас общее. Хотя, вот в широком смысле понятно, что вот те болезни, о которых я говорил, наверное, они переболеют, когда объявят себя казахским. И все-таки наследники Золотой Орды. Все-таки они наследники, да, потому что об этом писал и наш Шахабудим Маржани, которого, ну, как сказать, недоброжелатели, люди, которые не совсем разбираются, но не разбираются в истории, но при этом, исходя из каких-то националистических соображений, которых мы называем этномиссионеры современные, любят поругивать Шахабудим Маржани. Хотя Шахабудим Маржани говорил, что среди наследников и назвал и казахское ханство. Но при этом нужно учитывать тот факт, что Золотая Орда, вот и как Хатебаби говорил, это как, ну, нельзя понимать, как в европейском смысле империя, но это все-таки, сейчас мы говорим, империя, потому что она состояла из разных, то есть и были ханские улусы, были и территории, скажем, русских конячеств, русские улусы, и было левое крыло, он уже изначально, уже период Бату, мы видим, что левое крыло, оно имело собственных ханов, но подчинялось общей государственности, и поэтому специалисты называют не улусы жучидов, а улусы жучидов. Кукур, да, левое крыло, ну, по светообозначениям есть достаточно много споров, поэтому говорят левое крыло, правое крыло, чтобы не путаться. Вот период хана Узбека, когда произошла централизация, то левое крыло было подчинено, но неясно, насколько вот правители левое крыло сохранили власть, и насколько она вот вписалась в общие имперские такие, такую структуру, но они сохранились, когда... Илья Петрович, у меня есть такие вопросы, вот прямые наследники, да, после распада Золотой Орды, ага. Можно? Да, да, да. Вот, по-моему, глубоким убеждением, хотя в составе Золотой Орды жили там предки многих народов, и русские, и украинцы, особенно там, и северокавказские, казахские, и другие, основными наследниками Золотой Орды являются татары. Татары, татары, я не имею в виду здесь казанские, или Астрахан, все татары вот здесь, потому что основной, вот, в первую очередь городское население Золотой Орды, там они оселили образ жизни, такой тоже, а кочевой образ жизни там казах и башкир, вот так. И вот это продолжатели, вот это городской культура, письменной культуры, основными наследниками культуры и населения Золотой Орды являются нынешние татары, широкому смутному числу. И все ее этнографические группы. Ну, как раз я тому, просто не смог закончить мысль, вот левое крыло, когда там оформились, то есть там были свои собственные ханы, перед смутой пришли к власти, потому что правое крыло не смог выставить, там прямых потомков Бату-хана не было. И там как раз эмиры правого крыла говорили, как это так эмиры левого крыла будут нами командовать, то есть мы видим, что они по статусу были ниже. И вот именно левое крыло стало основой будущего казахского ханства. И вот даже в современных исследованиях, тот же и полеогенетик показывает, да, там были и отличия в этническом плане, и больше такой монгольский компонент тоже, и даже если по антропологии смотреть, больше был представлен левом крыле. А вот правое крыло и центральные территории Золотой Орды в следующем после распада стали именно татарскими ханствами. И как в этническом плане, они так и письменно назывались татарами. И сегодня мы их видим в составе большой, огромной татарской нации, вот в качестве этнографических групп, астраханские татары, крымские татары, касимские татары, хотя там уже их очень мало осталось, да, Мещерский юрт, и Казанское ханство, и Сибирское ханство. А Московское церковь наследник Золотой Орды? Ну, в моем понимании, безусловно, он наследник, потому что в политическом плане, понятно, что в основе Московского государства лежит и вот линия большая, больше в культурном плане, наверное, византийская, я бы назвал византийско-балканская, потому что и фамилии от Болгарда, вот этот на окончании Ноов, очень много священников, сербов, болгар, греков оттуда. Ну, и, конечно же, собственная своя история, так называемая Киевская, Киевское государство, а период Золотой Орды, они вот как раз уже немного другой формат, понятно, если говорить о самодержаве, это было собственные, собственные какие-то такие традиционные моменты, потому что в Золотой Орде не было самодержаве, военная демократия была, власть хана была достаточно сильно ограничена, это мы видим по всем источникам. Да, это отдельная тема, мы еще об этом будем говорить. Еще вот здесь, от образования постзолотоордынских ханств, там обязаны этот процесс Золотой Орды, еще вот не зря ведь назывались вот это татарскими ханствами, и крымские, астраханские, нугайские, казанские и другие, татарскими ханствами, татарскими царствами. Еще вот у меня один вопрос, некоторые ваши историки, вот считают, уже специалисты, вот Золотая Орда в виде Большой Орды существовала до начала 16 века, собственно, 1502. Ну, я вообще лично не согласен с такой постановкой вопроса. Большая Орда, это уже как вот Казанские, как Астраханские, как обычные, нельзя это говорить, что это продолжение Золотой Орды. Какое ваше отношение? Ваша точка зрения? Ну, тут надо рассмотреть вопрос в комплексе. Да, это продолжение Золотой Орды, потому что... Нет, называть Золотой Ордой нельзя уже. Ну, нельзя, она стала одним из орд, московский исследователь Горский назвал больше, потому что она была большая. Но другие исследователи считают, она была, то есть, великая, потому что, собственно, название Золотой Орды, это Урда и Муазам, или Улук Улус, Улук Урда, это великое государство. По сравнению к крымским ханствам, это меньше было. Но среди татарских... Там Крымский занимал, это при Азове еще, вот, Южная Украина. Но, вот, если смотреть по Сардынским мир, то они все-таки не все были равны, потому что среди них был один равней, у которого Тахтели, то есть, кто контролирует Сарай, или вот те, которые стали одним из последних правителей Золотой Орды. Тут, вот, как раз, Большая Орда, которая больше трансформировалась в Астраханское ханство, но при этом потеряла титул Тахтели, и потому что захватила ее Крымское ханство. Вот некоторые назывались Юрт, некоторые назывались Вилеяд, Казан хан назывался Вилеяд, а некоторые Тахтели, вот, как раз Большая Орда, она стала Тахтели, а потом Крым стал Тахтели, то есть, среди всех татарских ханств самым главным. А вот на втором, вот, если по иерархии посмотреть, то Казань, Вилеяд, а некоторые, вот, скажем, юрты, там, Сибирская юрта, но здесь еще надо смотреть, что последний правитель Золотой Орды, как раз и основал Казанское ханство, это Мухаммед, и он не думал, что он вот сейчас отдельное государство будет образовать. Нет, он боролся, его сын Махмуд, как мы видим, что в Крыму боролся, то есть, они боролись за то, чтобы объединить это государство, боролись практически до начала 16 века, потом это все-таки устаканилось, и они вот стали отдельными независимыми государствами, при этом считали себя, например, если мы посмотрим письма Девилет Гирея, он говорит, Казан юртум, Хаджит Архан юртум, то есть, мой юртум, это для него его мир, то есть, он не считал их отдельными, да, это, как бы, коллективное управление, вот оно, как бы, продолжается, но это для него единый мир. Тот же Чуран, да, Чуран Нарыков, да, один из правителей в Казанском ханстве, уходил Малый Совет, Малый Диван, скорее всего, был ответственен за отношение Казанского ханства с Новайской Орды и с казахскими ханствами. После падения Казани он уходит, находится дальше к казахам, и именно степные народы, вот этот Дастан, Шурабатыр, у них, наверное, где-то на втором, на третьем месте по авторитету, но он связан с Казанью, например, да, Чуран Нарыков. То есть, этот мир был для них, для всех них единым миром, тюрко-татарским миром. К сожалению, дорогие коллеги, время нашей программы подходит к концу. Я вас хочу благодарить за интересный разговор, за интересную беседу. У нас сегодня в гостях, дорогие телезрители, был Хатып Ясупович Менигулов, доктор филологических наук, профессор Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, и Ильнур Медхатович Мергалиев, кандидат исторических наук, руководитель Центра исследования Золотой Орды, Института истории имени Марджани. До новых встреч!